Приветствую вас дорогие мои близнецы. Сегодня у нас прогноз на апрель 2023 года. Для расклада я взяла 6 колод. Вот колоду 2 иллюминатов, 78 дверей, арканум, колесо года, светлого провидца и оракул. Оракул затмения. Вот такой будет красивый у нас расклад. Ну что ж, давайте приступим. Начнем по порядку с настроем. Каким будет настрой в апреле месяце? Ваше настроение. Ну конечно не весь месяц, но именно в какие-то самые-самые ответственные отрезки времени. Итак, шестерка жезлов. Отличный настрой, друзья мои. Победить, чего-то достигнуть, где-то утвердиться, чего-то добиться. Ну для кого-то возможно куда-то съездить, продвинуться по карьере, добиться взаимопонимания, склонить партнера или партнершу на какие-то более серьезные отношения. Ну это для тех, у кого допустим только на начальном этапе. Вот такой запрос. Ну что ж, давайте разбираться, с чем это связано. И как ваш настрой повлияет, повлияет на события в основных сферах вашей жизни. Начнем с деловой сферы. Здесь нам поможет Таро 78 дверей. Что он нам скажет? Ну деловая сфера это работа, бизнес, дела домашние, дела хозяйские. В общем все дела, которыми мы занимаемся ежечасно и ежедневно. Так, что же здесь ожидается? Ну пятерочка жезлов. Вот видите, как созвучно, да, шестерка, настрой по шестерке жезлов. Вот, а здесь пятерочка жезлов. То есть будете что-то пробивать. пробивать проход куда-то. Вот. Действовать очень, ну может быть, не то чтобы жестко, а скорее, знаете, энергично, динамично, решительно. Но чтобы добиться чего-то. Зайти в какую-то дверь. пробить проход. Ну, конечно же, для отношений деловых это, ну скажем, может сопровождаться какими-то спорами, конфликтами, разборками, выяснением отношений. Либо, друзья мои, если вот убрать вот такой негатив, да, пятерочка жезлов у кого-то может проиграться вашим внутренним таким состоянием. Борьбой с самим собой. Или даже, знаете, решительностью. Решительностью. Я сказал или сказала, так оно и будет. Я так хочу. Все. Точка. И я действую. Ну что ж, давайте посмотрим, что там с финансами. Как будет на финансах отразиться вот это ваше. И шестерка, и пятерка жезлов. Солнышко. Ну что ж, поздравляю, мои хорошие. Все будет пучком. Все будет шоколадненько. Солнце, оно и есть солнце. Могут открыться новые финансовые возможности. Может быть, получение премий, подарков, увеличение зарплаты, удачная сделка, за счет которой вы получите, ну, скажем так, солидный, солидный финансовый куш. Это бонусы различного рода. Помощь от детей, пособия, гранты. И вообще, знаете, солнышко, оно как бы говорит, что в апреле что-то прояснится. Ну, это для тех, у кого есть, допустим, какие-то финансовые проблемы. Да. На вашей улице будет праздник. Отлично. Идем дальше. Что у нас с отношениями? Ну, в данном случае личные отношения между парой и личная жизнь. Здесь нам поможет арканум Таро. Таро арканум, точнее. Ну, речь будет идти, конечно, об сердечных отношениях между парой и личная жизнь свободных близнецов. Давайте посмотрим, что будет происходить. Начнем с тех, у кого есть пара. Ну, пятерочка, конечно, чаш, карта эмоциональная. Может, вы кого-то обидите. Может, вы обидите своего партнера или партнершу. Либо вас обидят. Ну, как-то, вот знаете, какая-то будет такая грустненькая, грустненькая ситуация. Не весь месяц. Нет, друзья мои, ни в коем случае. Это, видимо, какой-то период, какой-то момент, который вот почему-то карты решили ее отметить, этот момент. Возможно, после этого момента о чем-то вы задумаетесь. Может, пересмотрите свое отношение к своей половинке. Может быть, поймете свои ошибки и будете думать, как их исправить. Это не говорит о том, что, друзья, будет у всех так. Нет, конечно. Карты Таро больше как бы намекают, предупреждают, что да, будьте осторожны. Не нарывайтесь, если можно так выразиться. Не входите в конфликт, если можно от него уйти. Будьте осторожны в словах. Ну, и если уж случится что-то, да, обидное для вас. Что-то расстроит вас. Постарайтесь не задерживаться в этом состоянии. Да, постарайтесь не задерживаться. Ладно, а что свободное? Ну, для свободных пятерочка чаш, конечно же, не говорит о никаких отношениях. Скорее всего, здесь, ну да, может быть, появится поклонник или поклонница, но как-то вас это не затронет. Да, не затронет. Не будет с вашей стороны такого отклика, что ли, душевного, сердечного отклика. Или пятерка чаш больше проиграется для тех, у кого был разрыв недавно. Ну, или, может быть, и давно, и это было настолько ранимо, что как-то вы еще не отошли. И, в общем-то, даже и не думаете, что можно создать новый союз. Вот, то есть, как бы купаетесь еще в прошлом. Может быть, друзья мои, может быть, накроют воспоминания. Да, воспоминания о прошлых негативных каких-то событиях. Поэтому, опять же, повторюсь, карта как предупреждение. Ни в коем случае не погружайтесь в это состояние. Так, идем дальше. Атмосфера в доме. Что здесь у нас? Умеренность. Ну, в принципе, мои хорошие. Карта спокойная. Без резких движений. Тут, знаете, больше речь идет о сохранении некого баланса. Сохранении гармоничных отношений в семье. Атмосферы, когда ничто не напрягает, не разрушает. И, скорее всего, в этой роли, по работе сохранения баланса в доме, как раз будете выступать вы. Ну, для кого-то карта, знаете, может как проиграться. В каких-то, может быть, напряженных ситуациях вам придется, ну, скажем, приспосабливаться, что ли, для сохранения хорошей атмосферы в доме. Ну, идти на уступки, если можно выразиться так. Не вестись на конфликт. Может быть, даже и идти на какой-то компромисс. И в любом случае не забываем про ваш настрой. Шестерочка жезлов. Да. Карта говорит о некой работе. Сделать так, чтобы было хорошо. Для чего-то. Для кого-то. В том числе и для себя, конечно. Дальше идем. Что у нас с отношениями с ближайшим окружением? Подруги, друзья, родственники, коллеги. В общем, вот это самое ближайшее окружение. Что здесь у нас будет происходить? Туз, чаш. Ну, знаете, тоже карта довольно-таки сильно эмоциональная. Поэтому не исключены феерические выплески эмоций. В связи с чем связано, тут может быть по-разному, друзья мои. Это может быть и с партнерством. Это может быть с какими-то предложениями. Это может быть и творческий процесс. Особенно, особенно творческий. Если у вас с кем-то из них какие-то есть вот такие взаимные интересы. Взаимные дела. Ну, также Туз при всей своей привлекательности, он может проиграться расчисткой. Да, мои хорошие? Расчисткой ближайшего вашего окружения. То есть кто-то уйдет, а кто-то может прийти. Может поменяться состав. Состав вашего ближайшего окружения. За счет чего? Ну, тут сложно сказать. Может быть за счет увольнения. Или при устройстве на другую работу. Может быть в связи с изменением обстоятельств. Понимаете? Но тем не менее. Расчистка может быть. Идем дальше. Такие сюрпризы. Как говорится, к приятным делам подойдем. Ну, естественно, говорить будем о приятных сюрпризах. Негатив нам не нужен. А вот что приятненько. Какие нежданчики. Какие нежданчики вас ожидают. Как я их называю. Какие конфетки. Сейчас посмотрим. Что же принесет вам апрель в этом плане. Так, восьмерка чаш. Хм, очень интересно. Вот, кстати, я сказала по поводу ближайшего окружения, что может быть расчистка. В данном случае восьмерочка чаш может и говорить, что неожиданно, неожиданно кто-то уйдет из вашего, так сказать, окружения. Общение. Ну, это может быть и расставание и со своей половинкой. Или как бы изменение отношений. Вашего личного отношения к человеку. Пересмотр. Пересмотр, насколько вам это интересно, выгодно, приятно, сердечно и так далее. Ну, так же может быть неожиданный отъезд. Да, расставание связано с неожиданным отъездом, переездом. Ну, по любой причине. Неожиданно может быть и увольнение. Ну, здесь добровольное, друзья мои, увольнение. В связи с тем, что, ну, вот поняли вы, что здесь ловить нечего. Что надо просто уходить. Может быть неожиданное озарение в плане того, что, ну, как-то уже не хочется вот жить в неком таком окружении, в некой обстановке. И захочется новизны, что-то поменять. Может быть и такое. Бывает, накатывает. А вот такие пирожки. Ну, что ж, мои хорошие, идём дальше. Что нам скажет светлый провидец по поводу тайн? Что там у нас будет с тайнами? Карта МАК. Ну, вот приглядитесь, пожалуйста, к картинке. У вас не создаётся такое впечатление, что действительно тайны могут иметь место быть. Но и как со стороны, и так же ваши тайны. Вы что-то будете скрывать. Вот такое ощущение, что больше как-то с вашей стороны. Да. С вашей стороны это будет. Конечно же, есть вероятность получения некой скрытой информации откуда-то. Может, кто-то шепнёт, может, случайно увидите, услышите. И для вас это станет действительно откровением. Вполне возможно, что информация будет касаться вас. Может, узнаете, что кто-то о вас собирает сведения, кто-то за вами следит, что-то от вас скрывает. Вполне возможно, друзья мои. Может, кто-то на вас магичит, и вы об этом узнаете. Так что, в принципе, присмотритесь. Присмотритесь. Тем более, если у вас есть ощущение, что что-то не так. Тем более. Тем более. Ну, а теперь на пассажок давайте спросим ракового затмения. Что он вам посоветует? Магия. Как говорится, легка напоминен. Ну, я думаю, тут особых пояснений не требуется. Магия она и есть. Магия. Ну, для кого-то это совет помагичить. Да, чтобы сдвинуть с мёртвой точки какой-то процесс. Помочь себе в своих делах. Ну, я, конечно, не призываю вредить кому-то. Нет. Так же для кого-то, может быть, прислушаться, присмотреться и постараться понять, почему что-то не получается, почему всё валится из рук, почему что-то скрывается, вернее, что-то срывается. Срываются ваши дела, планы и так далее. Подводят люди. Вполне возможно, что действительно кто-то очень старается вам помешать чисто магическими инструментами. Поэтому прислушайтесь, присмотритесь. Это может иметь место быть. Причём тайно. Ну, вся магия, она тайная. Вот, кстати, я только что вот вам и озвучил. Ну, что ж, друзья мои. Месяц интересный. В чём-то даже интригующий. Но не критичен. Не критичен. Поэтому призываю вас обратить внимание на некоторые позиции. Как говорят, предупреждён, значит, вооружён. Ну, а у кого всё хорошо, не берите в голову. Не берите в голову. Вот так вот. На этом я закругляюсь. Мне остаётся пожелать вам, конечно же, обязательно здоровья, удачи, денег побольше. А самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч.